Где самое лучшее место для поиска жизни вне Солнечной системы? Астрономы при помощи телескопов обсерватории ИСО в Чили открыли три планеты у тусклого карлика на расстоянии всего в 40 световых лет от Земли. Их температуры и размеры идентичны условиям на Венере и Земле. И, возможно, они самые лучшие цели для поиска планет во Вселенной. Это ИСО КАСТ. Передовая наука и жизнь за кулисами Европейской Южной обсерватории. Строительство новых телескопов и более сложных приборов позволяет астрономам открывать и исследовать большое количество планет других звезд . Теперь ученые ищут планеты, на которых в ближайшем будущем можно будет открыть жизнь . Астрономы надеются обнаружить ее следы в атмосфере планет, молекулы, которые укажут на наличие жизни. Но в нашей галактике миллиарды звезд, где можно найти такие планеты. Хороший кандидат – особая холодная красная звезда под названием ультрахолодный карлик. Пока это единственное место, где можно обнаружить населенную экзопланету размером с Землю при помощи современной технологии. Свет от более ярких звезд, например, таких как Солнце, делает невозможным измерение в атмосферах планет-кандидатов. Международная команда астрономов при помощи бельгийского телескопа TRAPPIST следила за ультрахолодным карликом созвездия Водолея, который назвали TRAPPIST-1. Они обнаружили, что звезда периодически меняет блеск, и это указало на то, что между ней и Землей проходят три планеты. TRAPPIST-1 – холодная красная звезда, значительно холоднее Солнца и больше Юпитера. Подобные звезды живут очень долго, их очень много во Млечном Пути. Впервые планеты были обнаружены у такой звезды. Подобные транзиты могут представлять удивительное количество информации о планете. Команда смогла определить, что три планеты размером с Землю обращаются очень близко к своей тусклой звезде. Но, что еще более важно, на их поверхности вполне может быть жизнь. Исследование обнаружило первые планеты земного типа, хорошо подходящие для поиска биологической активности. Следующий шаг – сделать более детальные наблюдения при помощи нового поколения телескопов, таких как Европейский Сверхбольшой Телескоп и Космический Телескоп Джеймса Уэбба, которые собираются запустить на орбиту в 2018 году. Они позволят астрономам изучать атмосферы планет в поисках молекул, связанных с биологической активностью, таких как озон, метан или вода. Ультрахолодных карликовых звезд очень много. Их – порядка 15% всех звезд, окружающих Солнце. Так что это открытие указывает новое направление в области охоты за экзопланетами. Направление, которое еще на один шаг приближает нас к подтверждению существования жизни на далеких мирах. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok